И снова всем добрый день! Меня зовут Света, для тех кто не знает добро пожаловать на наш семейный канал! Сегодня у нас не совсем влоговое настроение но влоги снимать надо, ведь это наша работа, раз уж мы завели канал. Если вы не знаете, почему у нас настроение не очень, то смотрите предыдущее видео, у нас сегодня случилось несчастье сразу с двумя нашими кошками, пытались их спасти и у нас не получилось вот ладно, не буду об этом, иначе короче грустно, короче идите в предыдущее видео и поставьте лайк ну, если сочувствуете нам. А сегодня в этом влоге я хочу показать вам что мы продвинулись по ремонту сейчас Саша уже ушел щипать уток, потому что мы до сих пор их всех не дощипали, это занимает кучу нашего времени ну что делать, это тоже надо делать я уже поджарила курочку и мы ее уже почти все съели не поверите, 4 кусочка осталось целый противень был так вкусно получилось, поэтому поставила размораживаться вон там, вот видите наверху я ставлю, вот здесь у меня курица на завтра размораживается здесь купаты на вечер иначе, иначе как бы кушать нечего будет надеюсь, что скоро вот эта штука у нас тоже станет красивой но уже не раньше, чем через 5 дней завтра Саша уходит к бабушкам и только через 5 дней мы продолжим свой ремонт но зато Саша закончил плитку смотрите, идея с бордюрчиком из темной плитки по-моему, просто мега крутая получилась то есть теперь у нас это выглядит вот так и вот здесь тоже совершенный вариант уже вот, все, выше и ниже будут и на всех остальных стенах будут уже обои вот здесь еще будет подоконник вот здесь Саша снимет дверь закроет пенопластом сделает такой немножечко скругленный как сказать-то, арочку то здесь будет потом арка потом здесь двери не будет когда мы достроим прихожку и, собственно, все выровняет красивенько вот это вот он тоже все сделает вот это мы покрасим и еще Саша начал делать потолок то есть вот вы видите, он начал монтировать профиль на потолок у нас будут вот такие вот люстрочки три штучки висеть он еще для третьей оставлено то есть здесь будет гипсокартоновый потолок который мы еще будем штукатурить но на данный момент уже есть классная-классная птиточка что меня очень-очень радует а вчера, когда мы жарили блины Лизка угадила плиту и мне сейчас ее придется снова мыть интересно, когда я жарила блины я не упачкала плиту но как только встала Лиза наверное, мамы меня понимают мамы девочек возраста Лизы-Кати которые учатся готовить но не умеют делать это аккуратно напишите, как у вас у меня они вот-вот так вот короче, вчера позавчера, вчера, сегодня дни настолько сумбурные что у нас наконец-то только к вечеру дошли руки до уборки я сейчас быстренько монтирую вам влоги снимаю очередную часть влога чтобы вам было что посмотреть Лизунькин подымает с полу все-все-все то есть ее задача поднять все с полу разложить все по местам Катюшку я попрошу пропылесосить и помыть пол и надеюсь, что она это сделает хорошо ну а потом, после того, как Катюшка пропылесосит и помыть пол я домою те места, которые она не доделала еще мне нужно будет разделать сегодня 12 уток нет, не 12, 11 одну мы отдаем мы в подарок дарили на день рождения со свекрови и мы ее отправим то есть 11 уток мне нужно будет разделить на части и заморозить а где орех? а вот, вот там вот на этом колодце за тазиками стоит орех Катюшка перебрала ау а Мишек прыгает на шарики и пытается всех сагитировать его на него сажать, да? шарик, кстати, тоже уже надо помыть вот так вот он прыгает на шарики ау надо посадить тебя? скажи мне, посади да? да? а сказать словами помоги помоги да скажи па-па-па ма-ма-ги да г-га-га ги 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 так вот мы по слогам сейчас проговариваем так, ну давай, давай буду держать а ты садись вот так вот я держу его, этого этого зайца помыть уже надо Виза, слышишь меня? я не Мишу имею ввиду ну так ты держи равновесно и что вот это? вот и что это? зачем ты это изображаешь? садись и держись знаете, какой хитрый мальчик все? сидишь? сидишь? сюда вперед наклоняйся а как ты будешь? вот не надо наклоняться и падать не надо вот я держу шарик а ты все равно мне изображаешь падение зачем? вот так вот он хитрить стал ой, Мишка, говорит не хочет учиться обманывать и учиться, а? реально, я сейчас держала изо всех сил а он его назад специально отклоняется чтобы шлепнуться чтобы его пожалели чувствую, он у меня телефон таким способом пытается выпросить ты телефон хочешь, да? ага, говорит ты телефон так выпрашиваешь? ты ударился и надо тебя жалеть? да это плохо да ты понимаешь, что так делать нельзя? посмотри на меня Миша, посмотри на маму нехорошо обманывать чтобы телефон получить вот такие вот дела у нас поля мы сделали чтобы в гигантский морской бой играть так и не сыграли еще положи меня на кровать я придумаю пока на шкаф надо будет положить Мишутка нехорошо так себя вести ой, мама расстроилась зачем мальчик маму обманывает? зачем так мальчик делает? не хочешь, чтобы я тебя снимала? что? тебе надо повернуть? нет ты меня будешь снимать? а? телефон надо? а? ты понимаешь, что нельзя обманывать и специально падать чтобы тебя пожалели и дали телефон? нельзя так делать ты понимаешь это? это называется обман а обманывать плохо телефон к тому, кто обманывает не идет что ты хочешь? тебе повернуть? показать, что мама снимает? Мишу плачущего мама снимает тут плачущий Миша понимаешь? привет ах ты Мишка, Мишка и공 а щас ты пьешь? молоко ух ты еще где-то? сейчас ты молоко пью ты как ни головок не даешь логика железная она падает я надеюсь в темпе ты плясущешь шмоешь пол а я за вами доделаю то, что вы не доделали можно пойти кушать в смысле кушать? я просто есть молоко налила я хочу смотреть и крошку а за стебeln подожди а кушать? я и пью и и кушаю Ты еще не докушала? Я вторую я. Вторую порцию? Да. Вкусная курица, да? Да. Смотрите. Рыжик просто обожает с людьми лежать. Да, Рыжик? Ты мой хороший. Ты мой хороший котик. Полдеет. Ты хороший. Ты, главное, не ешь никаких мышей и крыс. Саша, я говорила в прошлом видео, Саша считает, что наша кошка все-таки умудрилась съесть кого-то отравленного. Потому что он сказал, что от того, что они просто в масле искупались, от того, что мы ее не могли найти два дня и прочее, вряд ли она могла вот так отравиться, что это. Тем более, что, говорит, а котенок. Я говорю, ну, может быть, он нализался отработки с кошки. Он говорит, ну, что он, дурак, что ли, котенок будет лизать, а от одной капли, говорит, ничего не это, не могло случиться. Кочу все равно очень жалко кошку. Я эту кошку-масечку. Я ее нашла когда-то лишайную. На канале есть видео про это давно-давно. Как мы встретили кошку. Как мы ее возили к ветеринару. Как мы ее лечили. Как я не могла вообще... Ну, думала, что, блин, она никогда не вылечится. Это было очень сложно. Потом мы ставили ей прививку. И тогда мы еще персику ставили прививку. Чтобы они никогда больше лишаем не смогли заражиться. Вот. А сейчас Маськи больше нет. Потом Маська у нас родила котят. Дальше я собиралась ее стерилизовать, чтобы больше котят не было. Теперь ее нет. Все кошки ко мне сегодня липнут в два раза больше. Элла чувствует, что я расстроена. Прямо идут. Мы, кстати, знаете, что решили? Мы решили, что мы Багирку оставим. Маськину дочку, получается, из всех котят. Было же две дочки у Маськи. Марсия и Багира. Марсия погибла. И получается, что Багира... Багира, она ведет себя как ириска. То есть она тоже за ноги хватает. Она пытается там кровь вылизывать, когда Саша животных, ну, сельскохозяйственных убирает. И, короче, она, скорее всего, тоже будет мышеловить, как Маська. Поэтому мы решили ее оставить. Вот. Алиска сказала, что по фразу, которую она говорила, она раньше говорила, ну, так, как бы, не задумываясь об этом, она говорила, что если бы у нас место освободилось, мы бы взяли еще котика. Вот. Лиза сказала, что она так больше говорить не будет. И, и, и... Иди сюда. Иди сюда. Лиза там на заднем плане вопит. По-моему, зачем ты это рассказала? Дизенька, если ты что-то произносишь вслух, да? Если ты какое-то решение принимаешь, какие-то слова говоришь, то это взвешенное решение, обдуманное? Слова обдуманные? Не всегда, правда? А ты понимаешь, что слова должны быть обдуманными? И если ты произносишь какие-то слова, значит, ты несешь за них ответственность. Нельзя так сделать, что... Ой, а вот не рассказывай подружке, что я вот это сказала. Нельзя же так сделать. Ой, и не рассказывай ты другим, что я вот это вот сказала. Если ты говоришь, значит, это можно знать. Согласна? Если ты не уверена в своих словах, не уверена в том, что это можно знать людям, другим, кроме тебя, да? То что надо делать? Не говорить и не делать такого. Если ты хочешь что-то по секрету обсуждать, то это изначально обсуждается как секрет, правильно? Согласна? То есть я имею в виду, что если, допустим, изначально тема какая-то, которую нельзя другим знать, то изначально она обсуждается как секрет. А если ты говоришь что-то в пространстве, скажем так, то ты должен нести ответственность за свои слова. Это вот касается еще и, допустим, вот обсуждают там на каналах, да? Там просят о помощи. А потом говорят, ой, там, ой, я не знала подробностей, ой, я уберу это видео, это неправильно. Нет уж, ребята, если вы что-то сказали, не надо убирать видео, надо снять и признать свои ошибки, да? А не так, что, ой, я типа уберу, и этого как будто не было. Так не бывает в жизни. В жизни, если ты что-то сделал, что-то сказал, оно так и есть. Если ты не хотел этого говорить, или ты не уверен в этом, зачем ты это вещал? Я детей стараюсь так воспитывать. То есть... Но на самом деле, когда она эту фразу говорила, она не задумывалась о том, что эта фраза обозначает. А сегодня она поняла, что эта фраза обозначает. Действительно, никогда не говорите необдуманных фраз. Потому что, ну, в нашем случае получается, место освободится только как может. Вот так, как сегодня. Освободилось место, теперь Багирку мы оставляем. Пойду сейчас удалять объявление об ее отдаче. Кошечка хорошая, сильная, котенок такой. И почти такой же цветом, как Мася. Правда, Мася была моей ржавой кошкой номер один. Теперь у меня есть только еще одна ржавая кошка, Маруся. Но она у меня пушистик. И она точно никогда не траванется мышью. Потому что она мыши не ест. И это хорошо. В общем, кстати, напишите, что вы думаете по поводу моих вот этих рассуждений про слова в комментариях. Как вы считаете? Может быть, надо не все слова озвучивать. Ну, то есть, грубо говоря, там, не подумавшую можно сказать, а потом сделать, ведь что-то этого не говорил. Не знаю даже, как это, вот как это Лиза воспринимает. Ой, зачем ты сказала? А зачем ты-то изначально это говоришь? Не подумав. Нельзя. Да, Мишутка? Наверное, я себя сейчас снимала неадекватно. Мимо. Ну, у меня еще иногда бывают такие промахи, потому что я пока привыкаю только снимать, не глядя в видоискатель, чтобы нормально вещать вам. А у меня, смотрите, примостился тут рыжик мой. Ты мой рыжик, ты мой сладкий. Редактор субтитров А.Семкин